здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая вы задаете очень много вопросов по поводу почвосмеси давайте разбираться я упрямый человек я козерог я коза с рыбьим хвостом могу боднуть могу и куда-нибудь уплыть но я хочу донести до вас что ранний посев перцев ну не просто перцев а перцев которые средне позднее и позднее спелы но не вырастут они у вас за такое короткое время если их в марте посеять ну правда правильно пишут некоторые мои подписчики что это утопия просто это да в июле в августе месяца большой зеленый куст с листьями но плодов будет еще очень мало у него времени нету но речь сейчас пойдет не об этом а о почвосмеси вы все спрашиваете об этом ну что нужно то для того чтобы посеять ну так смотрите что нужно значит обратите внимание здесь на столе у меня стоит универсальный грунт плодородный богатырь это прекрасная вещь которая заменит песок это перлит или агроперлит неважно как он называется значит торф торф имеет одну особенность он как правило кисловатый но нет щелочной реакции у торфа всегда либо близкая к нейтральному либо все-таки слабо кислое или кислое значит здесь есть агромел есть зола и есть хом сейчас поймете почему здесь все это стоит уж коли речь идет о посеве перцев баклажан и томатов да мы последовательно друг за другом все эти культуры посеем то тогда и почва должна быть нейтральной которую мы приготовим для посева значит как это все в соотношении должно выглядеть вот на 10 литров вот такого вот пакета богатыря представьте себе мешать надо конечно сразу но я это сделаю в некоторых количествах чтобы вы понимали что я вас тут не обманываю вот посмотрите какая здесь красота посмотрите какой он чудесный просто холодноватый конечно с улицы видимо пришел но питательный грунт должен быть однозначно и это даже не обсуждается голая садовая земля она конечно если пропарена то с добавками еще как-то годится но все таки вот на посев когда это маленькие растенцы сеянцы так называемые им конечно надо много питания и мы с вами обязательно все это сделаем значит так на 10 литров вот этого богатыря я сюда насыпала всего литр значит соотношение будет другим берем один к одному такого питательного грунта богатырь либо берем чистом виде торф но если мы это смешаем это будет еще лучше значительно лучше ну найти песок сейчас зимой очень тяжело а нам нужен песок не карьерный а речной причем крупный и мы с легкостью его заменим на перлит вот так вот это и будет песок у них совершенно одно и тоже соединение химическое значит пока я это делаю это произвольно потом я вам скажу какое соотношение должно быть точно посмотрите у нас для того чтобы раскислить эту почву понимаете торф никогда не будет нейтральным абсолютно это правда это проверено уже годами у нас есть агромел и у нас есть зола выбирайте что вам больше по душе значит поскольку открыли агромел то в виду ну небольшое количество на это количество буквально достаточно полстакана вполне достаточно посмотрите все это нужно тщательно перемешать до дна вот так вот можно ввести и золу это раскислителем является и то и другое не надо конечно себя тешить мыслью что в золе находится огромное количество микроэлементов в микродозах микроэлементы это очень мало и вы должны это помнить потому что ваше растение среагирует сразу на недостатки почвы которую мы приготовили ваша задача будет заключаться в том чтобы при поливке этой почвы в воду ввести тоже богатырь только он маленький и жидкий по моему где-то он у меня тут за спиной стоял да вот он это для рассады вы должны ввести в воду на литр примерно два колпачка этого будет достаточно пролить почву и почва готова к посеву а теперь внимание для того чтобы приготовить почву для посева вы должны понимать что там должно быть все для растений значит берем либо 10 литров вот такой универсальной почвы либо торфа на 10 литров если вы хотите получить хорошую смесь берем 5 литров такой почвы 5 литров торфа на это количество у нас получилось 10 литров то есть ведро да на это количество будет достаточно вот здесь один литр перлита или агро перлита он немножко покрупнее но это соединение кремния однозначно так же как и песка и берем пол литра этого достаточно агро мела или пол литра зал и просеянные конечно если речь идет о посеве семенами я надеюсь что вы меня слышите еще раз 10 литров смеси или одного из них один литр перлита или агро перлита можете ввести и агро вермикулит но я вам предлагаю сделать то что наименьше затратно вот здесь на столе есть еще один препарат вот вы обрадовались тогда увидев этот препарат правильно это хом а зачем он здесь стоит знаете да я думаю что не знаете к сожалению дело в том что если мы пользуемся торфом и если у вас на даче есть есть заболоченные места где как раз торф то и присутствует все листики все трахки все жучки паучки все это погибает и все это перерабатывается почвенными бактериями и насекомыми всякими червяками и получается тот самый торф и вот в этой торфяной почве совершенно отсутствует медь а вот если медь отсутствует как микроэлемент под растениями это беда для них это болезни для них это некрасивое растение для нас и поэтому вот хом вы будете пользоваться очень и очень аккуратно на один литр воды вы положите несколько крупинок хома когда будете поливать рассаду после появления первого настоящего листа каждые две недели вы будете поливать с вот таким удобрениям хом это хлор окись меди до меди содержащими препаратами мы с вами боремся от каких-то страшных болезней у растений это будет подпитывать растение за маленькие не давая им заболеть вот когда вы уже увидите что растеница у вас сформировала первый настоящий лист тогда возьмите другой раствор на литр воды внесите несколько крупинок фитоспорина сухого сухого так будет удобнее есть такие маленькие пачки чтобы вода стала чуть-чуть мутноватой не более и пролейте свои посадки и посевы раствором фитоспорина очень и очень слабым вот бактерии которые в фитоспорине находятся да мы заселяем почву они постараются уничтожить возбудителей болезней которые в этой почве все-таки находится вы меня услышали я надеюсь что да всего вам доброго и до скорой встречи